винодельня что-то из японского да напоминает нет это не японское какое-то производство это южная осетия и у меня был обзор при том не один обзор а два вот здесь вот сплавут это бурданзели пятерка коньяк без всяких претензий застольный был небольшой хвостатостью но натуральный потом был я не помню 12-летний царт назывался видите память еще при мне царт 12-летний он был вроде бы совсем букетом таким вот интересным неплохим но настолько несбалансированные разрозненные ароматы вроде в нем все есть но и хвалить его не за что и теперь вот третий участник от этого производителя миджида 10-летняя откуда у меня это миджида мне прислал ее игорь рокотов игорек тебе огромный привет спасибо где ты находишь такие экземпляры честно говоря я не знаю у меня редко такое встречается хотя по разным городам бывает есть симпатичный дизайн бутылка копия царда 12-летнего 10-летний теперь этот и давайте его наливать что-то много говорю цвет хорошо заваренного чая тоже пишется на контр-этикетке коньяк марочный старый кс миджида 10 лет место происхождения винограда южная осетия год урожая 2010 по составу у нас классика дата розлива 19 0 9 22 крепость 40 градусов бутылочка 0 5 дизайн зачетный мне нравится все строго хорошо выдавленная надпись и все вот эти тексты они красиво смотрятся схенвальское вино 1956 год дизайн их вот мне очень стал нравится если бурдамзели так простенько сделано то вот эти бутылочки очень смотрятся симпатично пробка имитация под натуральную но она полностью искусственная был стрим у меня с этим коньяком я же вам говорил не пропускайте стримы и вот ты паренек который сейчас смотришь на меня из-под козырька свои кепки ты обязательно следующий раз должен попасть ко мне на канал и посмотреть мой стрим договорились иначе я буду нервный и злой и в телегу тоже заходите чего вы ждете телеге очень интересно там мой как весело караул просто на стриме я пробовал этот коньяк и у меня были неоднозначные мнение этом коньяке и много разговаривать не хочу хочу вам сразу рассказать все что я почувствовал в этом коньяке пробовал я его после стрима скажу честно еще один раз и сейчас все вам скажу что я почувствовал ароматика с эффектом какого-то такого красного винограда стойкое ощущение складывается что в изготовлении этого коньяка принимали красные сорта винограда почему я говорю про красные сорта винограда потому что я сам самогонщик и делал неоднократно дистиллята из красных сортов винограда и у них есть своя специфика у них имеется офф нота напоминающая чем-то удаленно рыбу и мне эта нота не нравится ну я думаю большинству эта нота не нравится я не думаю что есть люди у которых на полочке стоит туалетная вода с названием свежая рыба и перед выходом вы пшикаете и вот этот вот аромат который ложится вам на кожу превращается в легкую такую пленку которая имеется на рыбе да и вы а потом возможно если вы куда пшикнули себе в шею у вас еще и жабры выросли их кошмар кошмар какие ужасные у меня мысли хватит ихтиандров на земле давайте будем оставаться людьми к ароматике шоколадные тона красный виноград этот с удаленно напоминающий рыбной ноткой и хвосты такие прям захвачены конкретно вот прям как будто бы проспал человек который отвечал за отбор хвостов просто проснулся смотрит а хвосты уже в отборе и что же делать в этой ситуации да ничего просто промолчать и отправить на выдержку наверное такие у него мысли были в голове мне ароматика нравится не очень скажем если вернуться древние времена когда у меня были обзоры была пятибальная оценка как в школе по коньякам это вот на такую слабенькую троечку еле-еле дотянул удовлетворительный давайте ко вкусу за ваше здоровье забористо хвоста то слабо очень слабо все очень натурально вот прям очень натурально тут даже никаких вопросов не возникает но хвосты как же сложно их воспринимать у меня сразу ассоциация с моим спиртом сырцом который первая перегонка она не очень акцентированная там ароматика хвостовых фракций но она чувствуется и пить это неприятно также и здесь вы сделали глоток вроде бы почувствовали какие-то положительные моменты и тут же появляется хвостовая фракция и вот эти рыбные тона рыбные тона еле-еле уловимые не надейтесь друг вы любитель рыбы да пойдете купить имиджиду и начнете пить этот напиток сразу хочу рыбки рыбки свеженькой невозможно вы ее не найдете это вот такой еле-еле уловимый нюанс и при том это моя ассоциация у вас может быть совсем другая давайте второй глоточек попробуем и 10 лет с натяжкой да можно какие-то тона найти и как из царда выводы мои таковы что лучше купить бурдамзели который стоит дешевле которые ну скажем пять лет для него это классный возраст вот как раз он созрел для того чтобы выпить все что старше получается не особо приятно для питья за ваше здоровье одна и та же история для кого этот коньяк если вы относитесь положительно к хвостовым фракциям они вам очень нравятся и вы ими восхищаетесь тогда да это ваш напиток для какого-то специфического вкуса тоже подойдет потому что здесь есть шоколадные тона при том наверное самые акцентированные шоколадные тона даже возможно какао вот порошка плюс виноградная основа плюс вкус какое-то красное вино домашнее такое сразу у меня ассоциация возникает если бы он стоил мрц вот там или рублей 600 да вот здесь можно взять попробовать поэкспериментировать но насколько я знаю что его цена больше 800 рублей дешевле он не бывает а может я ошибаюсь если ошибаюсь напишите конечно в комментарии напоминаю вам что пить напитки надо качественные и только в меру я с вами не прощаюсь я говорю вам до свидания до новых встреч